Первое впечатление? Не знаю. Эйфория какая-то на воду первый раз. Кто-то уже приземлился. Термин «приводнился» в воздушном десанте не используется. Кто-то еще в воздухе. Акватория Стармайенского залива отлично подходит для отработки прыжков на водную поверхность. Одновременно с 31-й бригадой этот же элемент боевой подготовки, десантирования с оружием и экипировкой в пунктах постоянной дислокации отрабатывают разведчики из Ивановского, Псковского и Горного соединений ВДВ. а также все подразделения отдельной бригады специального назначения из Подмосковья. Личный состав воздушно-стантных войск должен уметь все. Соответственно, приземляться в любое время дня и ночи на воду, на землю, в горных условиях. Поэтому мы тренируем личный состав сегодня именно совершение прыжка на воду. Вместе с десантниками в заливе активно работают и сотрудники регионального НЧС. Безусловно, перед прыжком каждый воец проходит полный инструктаж. Проверяется его физическое состояние. Тем не менее, отработка совместных действий военных и спасателей совсем не лишняя. Мы взаимодействуем практически со всеми. И с силовыми структурами, с правоохранительными структурами. То есть это наша задача по взаимодействию со всеми. Оказываем помощь по приемке на борт с воды и доставлению на берег после прыжка. В течение этого года во всех воинских частях и соединениях ВДВ на территории воздушно-десантных комплексов возвели новые специальные тренажеры для отработки элементов прыжков с приводнением. Военнослужащие, прошедшие подготовку на них, совершившие не менее двух прыжков с парашютом на воду без оружия и специальной экипировки, допускаются к выполнению следующего этапа учений – прыжок с полной выколоткой. Все отлично, водичка теплая, вода зеленая, немножко грязненькая. Очень приятно. Открыли пляжный сезон. Перед приземлением, да, необходимо освободиться от подвесной системы, отсидеть запасный парашют, грудную лямку и ножный обхват, и уже непосредственно перед самой землей выпрыгнуться подвесной системой и выпрыгнуть из-под парашюта в противоположных сторон. Десантирование на воду выполняется с применением парашютных систем Д-10 и Арбалет-2 из транспортно-боевых вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-2. С высот от 600 до 1200 метров. При этом глубина водоема должна составлять не менее полутора метров.